всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью я к вам сегодня с рецептом супчиком очень вкусного супчика на каждый день готовится он очень быстро когда вам некогда такой суп вас всегда выручит сейчас все расскажу и покажу поехали так готовить был сразу в кастрюльке поэтому зажигаем газ отправляем сюда немножко растительного масла буквально с ложечку и отправляем сюда кусочек сливочного масла тоже граммов может 20 пусть это все разогревается как только разогрелась отправляю сюда лук у меня одна небольшая луковичка покрушена ну вот таким кубиком не крупным не используем здесь не сковородки ничего лишнюю посуду все готовим в одной кастрюле очень быстро луку даем чуть-чуть обжариться чтобы он так немножечко побелел лук вот так вот немножко у нас прижарился и сейчас отправляем сюда морковку потертую на крупной терке пока морковка жарится мы сейчас включаем газ но у меня в чайник стоит на газу поэтому я здесь включаю чтобы вас электрически значит поставьте чайник чтобы у нас был кипяточек готов и вот как только морковка у меня поджарилась я отправляю сюда примерно граммов 250 у меня 300 фарша берите любой какой есть у вас в наличии дома у меня оставалось от котлеток фарш я его сюда использую ну смысле от котлеток хлеба там конечно нет просто перекрученный был фарш сейчас вот так вот его дробите ложкой там лопаткой чем-нибудь чтобы он на такие фракции распался во время жарки как только фарш при обжарился отправляем сюда томаты у меня вот видите вот такая вот томатная заготовочка я это делаю летом это просто перекрученные томаты без без всего буквально можете посолите когда крутите в общем в баночке я закладываю и очень удобно когда нужно куда-то раз чистые томаты не без всяких добавочек у нас готовы вот я добавила сюда ну вот сколько 200 граммов да получается все если у вас таких томатов нет можете добавить томатную пасту все даем этому немножко прокипеть пока у нас закипает чайник когда томаты немножко прокипели я отправляю сюда два небольших вот таких вот перчика порезанных соломкой у меня еще свои перцы немножко осталось в холодильнике вот если что можете взять за мороженое у кого заморожено если вообще нет ну и не надо ну и без перчика будет очень вкусно я добавлю чайник сейчас уже закипит я отправляю сюда две картофелины порезанные кубиком порезать картофель можете как вы хотите как вы любите так все доливаем сюда кипяток до нужной вам консистенции супа как вы любите проверяйте ну я еще чуть-чуть добавлю вот так вот у меня кастрюля это двухлитровая добавляем лавровый листочек добавляем соль по вкусу поперчи как сейчас только закипит убавляем до минимума и пусть у нас кипит на самом медленном огне примерно в течение там пяти-семи минут проверяйте готовность по готовности картофеля в данном супе все зелень я уже добавлю когда мы будем кушать так вот такой вот супчик у меня получился уже настоялся очень быстро как заметили сами да давайте сейчас я его налью в тарелку покажу вам как это все выглядит вот такой вот супчик я сейчас сюда добавлю зелень у меня замороженный укропчик можете добавлять любую зелень по вкусу вот такой вот смотрите очень ароматный очень вкусный на скорую руку это сама то и обошлись практически одной кастрюлей ничего больше не нужно хотите можете добавить сухарики у меня свои я суп сухариками очень люблю не знаю как вот такая вот красота у нас получилось моментально буквально за несколько минут мы приготовили очень вкусный супчик ароматный такие супы очень любят даже дети поэтому готовьте с удовольствием готовьте с любовью вас обязательно все получится приятного вам аппетита и хорошего дня смотрите какой ароматный вкусный очень супчик у нас получился готовьте его я уверена что вам понравится некоторые не любят картофель в супах поэтому в таком супе можно заменить картофель например на капусту или можно добавить вермишельку или какие-то там знаете вот макаронные изделия звездочки или что-то такое тоже будет очень вкусно готовьте я думаю что вам это понравится если вам понравилось видео то ставьте лайки не забудьте подписаться на мой канал и оставить пару слов комментарии я буду вам очень благодарна всего вам самого доброго и самого хорошего с вами была ваша татьяна пока пока